Есть две вещи, которые вы можете дорого ценить. Это приватность и анонимность. Они будут связаны с тем, почему некоторые из активов важны для вас. Вы наверняка желаете, чтобы ваши электронные письма оставались приватными, а ваша личная жизнь — тайной. Но приватность и анонимность — это не одно и то же. И давайте выясним, в чем их различие. Приватность — это когда никто не видит, что ты делаешь, но потенциально знает, кто ты такой. Приватность касается контента, того, как сохранять конфиденциальность и хранить секреты. Примером приватности будет отправка зашифрованного электронного письма другу. Только он и вы сможете прочитать это письмо. Оно приватно для остального мира. Другой пример. Когда вы регистрируетесь у провайдера облачного хранения типа Dropbox, вы не анонимны. Но если вы зашифруете файлы и только вы будете иметь ключ, данные будут приватными. У вас будет обеспечена приватность данных. Вы приватны в собственном доме, поскольку никто не знает, что вы делаете дома. Но вы не анонимны. Все знают, что вы там живете. Анонимность — это когда никто не знает, кто вы, но потенциально видит, что вы делаете. Анонимность отделяет ваши действия и деятельность от вашей настоящей личности. Анонимность касается вашей личности. И если происходит какой-то инцидент, то из числа всех прочих людей подозрение может пасть на любого из них. Вы можете желать анонимности для просмотра контента, а не для его производства. Бывают разные ситуации. Анонимность означает, что ваши действия невозможно будет связать с вами. Вы будете без имени и без лица. Например, вы заходите в интернет при помощи сервиса для анонимизации типа ТОР и оставляете сообщения о правах женщин под анонимным псевдонимом. Возможно, вы из страны, где подобное деяние считается преступлением. Ваши идентификационные данные остаются анонимными и отделенными от вашей реальной личности. Однако, ваше сообщение получено, и оно не приватно. Вот что называется анонимностью. Если вы заходите на веб-сайт при помощи виртуальной частной сети, VPN, то вы потенциально анонимны на этом сайте. Но если вы оставите сообщение на их публичном форуме, то сообщение не будет приватным. И, наконец, есть вариант анонимности, который люди иногда используют, и он называется псевдоанонимностью. Псевдоанонимность — это когда вы желаете сохранить свою репутацию, а не скрыть личность. Распространенный пример — это иметь псевдоним для социальных сетей. Данное изображение наглядно демонстрирует это. Злоумышленники могут не знать, кто этот пользователь с синим пакетом, но они могут соотнести определенные сообщения или действия с этим пользователем. Это псевдоним. Прикрытие. Фальшивая личность. Надеюсь, вам теперь стала ясна разница между приватностью, анонимностью и псевдоанонимностью. Так что вы теперь должны понимать, что именно нужно вам в вашей ситуации. Часто эти три понятия используются взаимозаменяемо. Я сам иногда путаюсь в них. Но важно понять различия, потому что разные технологии обеспечивают приватность в ущерб анонимности и псевдоанонимности. Одним из интересных псевдонимов нашего времени является Сатоши Накамото, создатель биткоин. И если вы не знаете, кто это такой, то ради интереса отправляйтесь немного почитать эту тему. В большинстве стран у вас есть защищенное законодательством право на приватность и анонимность, если они вам нужны. В большинстве стран кражи вашей персональной информации и приватной информации являются преступлением. Например, содержимое электронного письма – это приватная информация. Должен, однако, заметить, что многие правительства, похожие, могут себе позволить безнаказанно красть персональную информацию. И, к сожалению, мы все отдаем себе в этом отчет. Вот почему люди чувствуют, что наша приватность нарушается. Это вызывает у нас потребность безопасности, обеспечения приватности и анонимности. И, вероятно, именно поэтому многие из вас сейчас смотрят этот курс. Итак, в списку ваших активов или вещей, предоставляющих возможность для вас, вы вполне можете добавить в вашу приватность и анонимность. Мы движемся далее по курсу. А пока что оцените потребность защиты ваших активов, включая приватность и анонимность, потому что это будет определять необходимые для вас меры безопасности.